Всем привет! И с вами снова я, Михаил Шилов, автор проектов www.3wbudushin.ru, www.3wbudublog.ru и www.3wmakivar.ru Сегодняшний видеоподкаст о том, какие типы крепления макивара существуют, почему ее можно крепить вот так вот, то есть инверсионное положение вверх вот этой частью и наоборот, и какие это дает преимущества и почему это вообще было задумано. Итак, сейчас инверсионные крепления макивара. Макивара от обычной, как мы привыкли видеть, когда макивара стоит вот так доска и вот так отклоняется, здесь мы видим все наоборот, то есть инверсия полная. Макивара вот так отклоняется таким образом. Это было придумано специально для новичков. Я поясню. На самом деле это вовсе не значит, что тем, кто имеет хороший опыт до подготовки, надо макивару обязательно сразу переворачивать и вот так вот стояло. Нет, вовсе нет. И мастера, и новички должны работать и в таком, и в другом положении. Но сейчас давайте более детально разберем все нюансы. Итак, инверсия. Для чего? Она, ну, новичку. Объясняю. Самое главное, чтобы обе поверхности макивары, ну, главное вот эта поверхность, она была четко перпендикулярна приему. То есть нельзя, чтобы кулак заходил под углом вот относительно этой поверхности макивара. Не под таким углом, не под таким углом, да? То есть не должно. Должно, обязательно должно заходить перпендикулярно. Вектор приема должен быть перпендикулярным. На кулаку. Чтобы не было вот так. Да? Можно сказать, стойку ниже. Но суть это не меняет. То есть сама вот эта часть кулака, вот эта часть кулака, она должна быть перпендикулярно мишене. Только тогда все будет нормально работать. Так вот, в чем дело. Те новички, которые начали работать на макиваре и хотят одновременно заниматься как набивкой, так и постановкой, сталкиваются с очень серьезной проблемой. Если мы тут про набивку говорим, то мы далеко макивару не пробиваем, да, на глубину. И там, в принципе, совершенно все равно, так она будет закреплена или так, потому что, ну, подклонение бойка от оси своей, ну, минимальное. И поэтому, в общем-то, все равно. А вот когда начинается постановка приема, здесь уже появляются нюансы. Дело в том, что на макиваре, который наклоняется вот таким вот образом, таким образом, что происходит? Происходит удар. Вот такой вот. И макивара вот так отклоняется. И кулак у неподготовленного человека, он следует как бы за ней. Выламывается вот такое положение. Происходит что? Залом кулака. На самом деле, макивара вот так отклоняется совершенно не зря. Это совершенно верно. Я сейчас маленький сделаю выступление такое, ну, маленькое, то есть, экскурс. Представьте, что если мы наносим удар по человеку, в мягкие ткани прямой удар, вот таким вот образом, то что происходит? Эти ткани начинают сопротивляться. И вот эта часть кулака, она стремится через все ткани мягкие, и человека дальше, дальше. А здесь эти мягкие ткани, они начинают сопротивляться. То есть, эта часть идет дальше, вот эта. А здесь тоже происходит сопротивление, потому что вы же бьете по всей поверхности тела человека. И кулак испытывает вот такую нагрузку. Эта часть летит дальше, а эта сюда сопротивляется. И в итоге, что получается? Что стабилизаторы этой части, они испытывают очень большую нагрузку. И они кулак стабилизируют. Так вот, макевара, которая вот так отклоняется, она и позволяет натренировать ударную технику таким образом, чтобы когда вы реально будете бить оппонента по корпусу, у вас кулак не выламывался. И это вот отклонение, как раз это самое, то, что нужно. То, что нужно. У вас все будет жестко стоять, и ничего выламываться не будет. Если вы бьете человека по голове, то как работает его тело? Абсолютно точно правильно. Вы наносите ему в голову прием, и голова у него так откидывается назад. Точно так же, как работает макевара. Это все легко посмотреть, и все это легко проверяется на тренажере, который называется Бобово, называют честно, манекен. Резиновый манекен. На нем сразу все понятно. Встанете к нему и надавите на него кулаком. Особенно к стене прижатый макевар. И вы почувствуете, куда у вас все идет. Стукните по голове его, нажмите, и вы тоже поймете, куда как все работает. Поэтому макевара прямая, которая вот так вот, ну, отклоняется таким вот образом. Ну, типа камертон макевара, или просто доска, которая торчит из земли. Макевары фирмы Шуридо, они идеально заточены под то, чтобы натренировать стабилизацию вашего общезапясного сустава. А вот у человека, который только начал тренироваться, у него, если бы он начинал бы заниматься только набивкой, и там 2-3 года занимался только набивкой, у него бы эта стабилизация потихоньку произошла бы. Потому что сначала бы он бил просто по поверхности, потом стал бить немножко глубже, потом еще глубже. И у него потихонечку бы из-за наклонения вот этого стало бы тренироваться запястье. Но, чем хороша вот эта макевара? Она позволяет заниматься постановкой сразу же, одновременно, ну, дилетанту, когда он только набивкой начинает заниматься. Когда человек идет правильным путем, да, занимается только набивкой сначала долгое время, имеется в виду неправильным, а ортодоксальным путем, только набивкой, значит, тренирует стабилизацию, начинает бить глубже, и в итоге бьет уже на пробой. Ну, и проходит годы, десятилетия. А ведь хочется же одновременно и набивкой заниматься, и на пробой работать. Так вот, эта макевара позволяет работать даже голой рукой на пробой безопасно. В чем секрет? Ну, при набивке все понятно, я уже сказал. А вот представьте, что вы работаете на пробой. Вы пробиваете макевару до конца, она вот так отклоняется, ну, боек идет до отбойника. И ваш кулак выламывается не сюда, а наоборот сюда. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом клюет. А эти мышцы, вот эти мышцы, то есть мышцы ладонной поверхности предплечья, они гораздо сильнее, они стабилизируют руку очень жестко. Редко кого найдешь, кто выломал бы кулак в эту сторону. Все выламывают кулак сюда. И всегда растягивают именно сухожидки тыльной поверхности предплечья и кисти. А здесь ничего не выломается, абсолютно. И поэтому можно бить начинать голой рукой очень сильно, буквально с самого нуля. Нет, сдуру, конечно, все сломать можно. Любую руку там все такое прочее, когда нет опыта на руках. Но тем не менее, абсолютно безопасно и сильно можно бить удары в макевородку, если она закреплена инвертированно. Еще раз потом сам суть поясню. Потому что кулак не выламывается таким образом, а идет наоборот вот так отработка. Вот стоп. Вот в этом, собственно говоря, и секрет. Инверсионного крепления и прямого. Для новичка. Потом, соответственно, макевару можно перевернуть. Она будет работать обычным образом. И уже будет тренироваться лучезапясный сустав. Вот таким вот образом все это дело делается. Вообще, МБШ хороша тем, что ее можно крепить как угодно. В конце концов, ее можно вообще не крепить. Ее можно просто положить до горизонтальной. И наносить удары сверху вниз. Таким вот образом. Ну и покажу сегодня кое-что. Не в этом подкасте. А какой-то следующий подкаст будет. Я покажу, как она крепится горизонтально. Вот. Ну это вот основные моменты. Опять же, важно крепить инвертированную макевару при работе в разных уровнях. Вот, например, инвертированные крепления макевары, оно позволяет очень хорошо работать апперкот. Потому что реально, когда вы бьете сам апперкот, вы же не бьете против... У вас же противник не стоит вот так. По корпусу, когда вы ударом наносите, он же вот так не находится, чтобы вы ему четко попали перпендикулярно мишени кулаком. Нет, этого нет. Вот его корпус. И вам в корпус приходится носить удар таким образом, да? А корпус как находится? Так. И в итоге что может произойти? Ну да, тело человека мягкое. Там что-нибудь зацепится под реброй и все такое прочее. На самом деле, в корпус человека удар... Ну, удар кулаком развернутым, то есть уродский. В принципе, наносится тоже почти прямо. А дальше что происходит? Макевара отклоняется, так как работает тело человека. То есть мягкие ткани продолжают воздействовать, и кулак уже идет каким-то образом, по восходящему. И макевар работает точно так же. Поэтому бить апперкот, опять же, безопасно. Отклонение происходит очень физиологично. Туда, куда нужно. Получается правильный прием. Вот. Ну и для мастера это, соответственно, то же самое все. Что касается по уровню крепления. Если вы крепите макевару прямым способом, то вы ее как можете закрепить? Вы ее можете закрепить немножко пониже. Удар будет идти. То есть, чтобы, опять же, вот эта часть, вот эта часть была на уровне сплетения солнечной. Если вы станете стойку базовую, глубокую, ну, то будет, соответственно, пониже. На уровне, примерно, плечи или груди. Вот. И она будет отклоняться сюда. Удар будет идти немножко вниз. И все будет получаться замечательно. Вот. Если же вы закрепите макевару в обычном положении, вот так высоко, вы не сможете бить по голове. Почему? Она будет отклоняться назад. И так вы бьете вверх пулак вот таким углом. Уже касание будет идти частью, что у нас происходить, да? Еще туда надо будет доворащивать. Нет. Поэтому в инвертированном положении вы ее закрепили, подняли выше и наносите. У человека лицо. Опять же, прямо стоит. Ну, не стоит вот так. Чтобы вы ему нанесли удар четко. Вот так. Нет. Она находится прямо. Вы начинаете бить макевару в инвертированном положении. И она загибается назад так, как надо. Как бы было при ударе по подбородку. Вот. Пам. Без. Пам. Четкий прямой. Она сыграет. Попробуйте ударить этот манекен. Боб. Он работает именно таким образом. Если он немножко выше вас вносите вверх, тот обородок загибается. Хотя сам он при этом откидывается назад. Получается как раз именно то, что нужно. Вот. Так что уровни ими тоже можно манипулировать. О том, как использовать правильно эту вот инверсию для разных видов техники, я расскажу отдельно. Потому что это очень большая тема. Сейчас я ее задел только краешком. Абсолютно. Чуть-чуть только коснулся. Потому что для разных видов техники эту инверсию и прямое крепление можно применять очень хорошо. То есть, прямо раскрывая все возможности макевара. Тогда просто спектр решаемых задач с помощью вот МБШ он становится просто фантастически высоким. Но это отдельная тема. Тема для отдельного разговора. Занимайтесь. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok